Дорогие зрители, на нашем канале сейчас проходит конкурс, в котором будет разыграно 1 тысяча долларов. Проходим по ссылке в описании и принимаем участие. Нужно выполнить всего-навсего три простых действия. Все предельно честно. Удачи! Привет всем, дорогие друзья! С вами я, Андрей Ковтон, и рад вас видеть на нашем канале Андро Ньюз. Мы продолжаем тематику МВЦ-2017. Наверное, самое интересное я вам уже рассказал. Очень непривычно, но если смотреть исключительно на смартфоны, самым интересным девайсом, представленным на этом мероприятии, стал девайс от компании Sony под названием XZ Premium. Все остальные производители ничего кардинально нового не показали, включая LG со своим G6. Но на мобильном конгрессе были представлены не только гаджеты. Сегодня мы поговорим об интересных технологиях, которые были продемонстрированы на этом глобальном мероприятии. Поехали! Как правило, своими достижениями на подобных выставках хвастают А-бренды, но в этот раз не обошлось и без китайцев. Не так давно на нашем канале мы рассматривали смартфон марки Oppo, полный обзор которого вы увидите уже достаточно скоро. На выставке данный бренд анонсировал фирменную технологию, которая позволит дальнейшим смартфонам делать снимки с пятикратным оптическим зумом. При этом инженеры компании уверяют, что увеличение масштаба не приведет к потере качества фотографий. Да что тут говорить об инженерах? Коллеги, которые находятся в данный момент на выставке, подтверждают эту информацию. Сама технология получила название 5X Dual Camera Zoom, и инженеры воплотили решение, похожее на то, что предложено в iPhone 7 Plus. Продукт Apple реализовал двукратное увеличение изображения, где интегрированный телеобъектив замеряет расстояние до объекта съемки и не растягивает итоговую картинку. Система 5X Dual Camera Zoom также получила телеобъектив, который отражает преломленный свет, но установлен он под углом 90 градусов относительно традиционного основного широкоугольного объектива. Именно за счет такого расположения модулей удается добиться столь впечатляющего увеличения, без потери качества изображения. В структуру самой системы входят свыше 50 компонентов, и уместились они в модуле толщиной 5,7 мм, что на 10% меньше, чем предлагает современное решение. В помощь камера получит систему оптической стабилизации изображения. Когда выйдет первый смартфон с 5X Dual Camera Zoom, к сожалению, объявлено не было. Следующая технология, которая не оставит никого равнодушным, была продемонстрирована компанией Meizu. И да, если все будет в точности, как утверждают инженеры бренда, это будет настоящий прорыв в индустрии смартфонов. Речь идет о быстрой зарядке под названием Super M Charge, которая умеет заряжать аккумулятор смартфона емкостью в 3000 мАч на 100% за 20 минут. Создатели утверждают, что новое решение в три раза быстрее аналогов. А также особо подчеркнули они, что она превосходит по скорости в исполнении энергии такие технологии, как VOOC от OPPO и Quick Charge 3.0 от компании Qualcomm. В основу Super M Charge был положен высоковольтный метод прямого заряда с номиналом мощностью 55 Вт. Meizu заверяет, что столь быстрая зарядка не влияет негативно на состояние аккумулятора. Жизненный цикл батареи существенно не снижается и она не перегревается. А достигается это за счет постоянного контроля за ее температурой, которая не должна превышать отметку в 39 градусов. Meizu утверждает, что после 800 циклов зарядки аккумулятор сохраняет 80% своей мощности и срок его службы составляет 2 года. Компания не раскрыла подробности, когда дебютирует первый смартфон с поддержкой Super M Charge. Предполагается, что произойдет это в нынешнем году и им станет флагман производителя. Следующая компания, которая смогла отличиться на MVC, MediaTek со своим процессором Helio X30. Но не о нем мы сегодня будем говорить, так как о самом чипе мы знали уже достаточно много до самой презентации. В этом выпуске я вам хочу рассказать о технологии CorePilot версии 4.0, отвечающей за управление нагрузкой смартфона и обеспечение баланса между производительностью и энергоэффективностью. Первым решением с поддержкой данной технологии стал именно процессор Helio X30. По заявлениям производителя с CorePilot версии 4.0 экономия энергии на 25% выше в сравнении с предыдущей версией этой разработки. В основе CorePilot 4.0 лежит специальный алгоритм распределения ресурсов в устройствах, в том числе контроль температуры, распределение приоритетов в задачах и прогнозирование энергопотребления. Как результат, устройство работает в максимально эффективном режиме без потери производительности. Среди новых функций CorePilot 4.0 поколения стоит отметить две – UX Monitoring и System Power Allocator. Последняя представляет собой систему распределения питания, способную прогнозировать сценарии использования энергии. Она определяет наиболее важное для пользователей в данный момент приложение и контролирует потребление энергии. UX Monitoring анализирует информацию, поступающую от системы, включая ее текущее состояние, запущенные процессы и задачи, требующие незамедлительного исполнения. Технология CorePilot 4.0 также определяет порядок работы кластеров, состоящих из ядер с разной частотой, что обеспечивает оптимальное напряжение для текущей загрузки. Это обеспечивает стабильную работу устройства при максимальной производительности и минимальном энергопотреблении. Ну что, разлучить все это достаточно впечатляюще, но нам больше интересно, как это все будет работать на практике и облегчит ли это нашу жизнь. Ждем первые смартфоны с Helio X30 и заказываем к нам в студию для полного обзора. Как мы видим, китайские производители все больше проявляют себя на рынке мобильной индустрии. Стереотип о китайских смартфонах и о том, что все китайское ширпотреб стирается с каждым днем. Мне тяжело представить, чего достигнут в будущем наши узкоглазые друзья, но то, что они шагают к успеху семимильными шагами, это факт. Подписывайтесь на наш канал и добавляйтесь в наши социальные сети, если вы интересуетесь китайской электроникой. Ну а с вами был, как всегда, я Андрей Ковтун, специально для Андро Ньюз. Да пребудет с вами Андроид. Пока-пока.